Конкурс 50 лучших инновационных идей изменился. Об этом шла речь сегодня на заседании Попечительского совета инвестиционно-венчурного фонда республики. Его провел исполняющий обязанности президент Татарстана Ильдар Халиков. Заявки принимаются только со справкой, которая подтверждает намерение внедрить идею на предприятиях республики. Исключение сферы образования. И сегодня Ильдар Халиков посетил Ижевск. Он принял участие в заседании совета при полпреде президента страны в ПФО. Его провел Михаил Бабич. Говорили о повышении рождаемости и увеличении пособия на ребенка. Среди многих положительных результатов 2012 года для республики в первую очередь главным является то, что и по итогам 2011 и 2012 годов республика получила естественный прирост населения. Это значит, что все программы, будь то экономические, социальные и политические, они все дают результаты. За многолетний труд и заслуги перед Отечеством сегодня в Казанском Кремле чествовали тех, кто добился больших успехов в работе. Сегодня наградили не только руководители предприятий, врачи и учителей, но и сотрудников коммунальной сферы. Водители самосвала, бульдозера и автогрейдера, которые с ночи и за утро убирать снег. Каждого из вас, каждого на своем месте, оценены прежде всего вашими коллегами, обществом, общественностью. Они ходатайствовали, чтобы вас представить к награде. Руководство страны, республики поддержало. Телесотрудник нашей телерадиокомпании, автор и ведущий сразу нескольких программ службы художественного вещания Фанур Хасанов, отныне заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Очень приятный день для меня, получить такую награду за мою скромную работу. Это очень всегда приятно, когда оценивается твой труд. И, конечно, это многому и обязывает.